Самолёт летел всего час десять. Ну понятно, и говорили вы... Перевод маленький был, чтобы о чём-то говорить. Находясь за стенках СИЗО, находясь с Лефортова, ребята, я слышал их разговоры, разговаривал с Балухом, потому что он рядом со мной сидел, с Володей Балухом. Вы знаете, основная тема разговора была, находясь СИЗО, мы друг друга там не видим, практически. Даже в соседней камере сидит, мы не можем видеться. Мы можем там через окно перекрикнуться, правильно, Ахтембель? Через кормушку. Через кормушку, когда открывает, то есть окошко там, где еду подают, иногда открывает, мы можем перекричаться. Или, если получается, там звонить. Поэтому ребята, которые сегодня встретили в самолёте, ну какая у них может быть тема? О родных, о близких, каждый с надеждой, что сейчас, через час самолёт приземлится на родине, и они уже выйдут на родине у себя, кажется. Геополитика, конечно... А скажите, я извините, я перебью, а у вас вообще был выбор? То есть вот вас спрашивали, потому что мы говорили тут о том, что у вас и есть ряд мнений, что у вас в принципе и не спрашивали, летите вы на обмен или нет. Знаете, после суда, когда, ну они меня должны были суда отпустить, но посадили в бус с охраной и везли. Я думал, я спросил, я говорю, а куда мы едем? Говорят, мы где тебя взяли, мы должны сдать СИЗО, мол, и СИЗО тебя должны отпустить. Ну по пути мы заехали в ФСБ, я увидел, что паспорт мой появился, резко украинский, там подписать, что я его получил. Ну, в общем, начались какие-то движения. Да, какие-то, я сразу остановился, говорю, и когда мы уже ехали в СИЗО, я понял, ну я Симферополь знаю, слава богу, я говорю, почему-то мы не в СИЗО едем, мы за город едем. Да, мы едем в аэропорт, мы сейчас летим в Москву. Я говорю, почему мы должны лететь в Москву? У меня нет желания лететь, никаких поездок нет. Ну, говорит, с вами же никто не будет спрашивать. Право выбора там никто не дает.